Волновод – искусственный или естественный направляющий канал, в котором может распространяться волна. При этом поток мощности, переносимый волной, сосредоточен внутри этого канала или в области пространства, непосредственно примыкающий к каналу. По природе распространяющихся волн различают электромагнитные и акустические волноводы. Частным случаем первых являются оптоволоконы и линии передачи. Наиболее часто под термином «волновод» подразумеваются металлические трубки, предназначенные для передачи энергии электромагнитных волн диапазонов СВЧ и КВЧ. Такой волновод – линия передачи, имеющая одну или несколько проводящих поверхностей, с поперечным сечением в виде замкнутого проводящего контура, охватывающего область распространения электромагнитной энергии. Историческая справка. Первая конструкция для передачи волн была предложена английским физиком Джозефом Джоном Томсоном в 1893 году, а первым ее принцип экспериментально проверил английский физик-изобретатель Оливер Лоджа в 1894 году. Первым математический анализ хода электромагнитных волн в металлическом цилиндре выполнил британский физик и механик Лорд Релли в 1897 году. В процессе тщательного изучения звуковых волн, Лорд Релли опубликовал полный математический анализ принципа их распространения в своем фундаментальном исследовании – теория звука. В дальнейшем, в 20-е годы 20 века началось изучение диэлектрических волноводов, несколько ученых, среди которых наиболее известными являлись британский физик и механик Релли, немецкий физик-теоретик и математик Зам Мёрфельд, а также нидерландский физик Дебай. Фундаментальные исследования привели к тому, что в 1960-е годы стекловолокна стали привлекать к себе особое внимание в связи с открывающимися возможностями их использования для передачи данных и обеспечения связи. Типы волноводов Экранированные Экранированные волноводы имеют хорошо отражающие стенки для распространяющейся в нем волны, благодаря чему поток мощности волны сосредоточен внутри волновода. Как правило, такие волноводы выполнены в виде полых или заполненных средой со специально подобранными параметрами трубок. Поперечное сечение этих трубок имеет форму окружности эллипса, прямоугольника, что связано с большей конструктивной простотой. Хотя для специальных целей используются волноводы и с другими формами поперечного сечения, чтобы волна по мере распространения в волноводе не отражалась в обратном направлении. Волновод выполняют регулярным форма и размеры поперечного сечения, а также физические свойства материалов должна быть постоянной вдоль длины волновода. Поскольку волна отражается от стенок экранированного волновода, то в поперечном направлении возникает стоячая волна с определенным составом мод. Для передачи электромагнитных волн используются металлические трубки, полые или заполненные диэлектриком. Также используются коаксиальные и многожильные экранированные кабели, которые относят к проводным линиям передачи. Термин «радиочастотный волновод» подчеркивает назначение и отличие от проводных линий передачи постоянного тока и тока промышленной частоты, а также от низкочастотных коммуникационных кабелей. Металлические волноводы и коаксиальные кабели со сквозными отверстиями и щелями в экране служат для построения волноводно-щелевых антенн и излучающих кабелей. К экранированным волноводам относят также акустические волноводы. Это трубы с достаточно жесткими стенками, например, металлические или пластмассовые. В таких волноводах акустические колебания распространяются в газе, наполняющем волновод, как правило, в воздухе. Ранее широко применялись на судах и кораблях под названием «переговорные трубы». Практически все типы волноводов можно рассматривать как разновидности длинных линий передачи, то есть таких, длина которых существенно превышает длину распространяющейся в них волны. В открытых волноводах локализация поля обычно обусловлена явлением полного внутреннего отражения от границ раздела двух сред, либо от областей с плавно изменяющимися параметрами среды. Поле локализуется преимущественно внутри специально предназначенной для этого области поперечного сечения волновода и быстро убывает за пределами этой области. Благодаря этому волна канализируется в волноводе. Открытые планарные волноводы оптического диапазона используются для построения различных интегральных оптоэлектронных устройств. Акустические открытые волноводы служат основой устройств на поверхностных акустических волнах. В таких волноводах ультразвуковая волна распространяется вдоль границы раздела сред с различными акустическими свойствами. Применение волноводов Радиочастотные электрические волноводы всегда применяются в современных радиолокационных станциях ускорительной техники элементарных частиц. Акустические волноводы применяются на современных судах, дублируя электронные переговорные устройства при их отказе. Волноводы на поверхностных акустических волнах применяются в обработке сигналов для построения электромеханических фильтров.